всем привет днепр на связи 18 00 только что у нас завершился стрим прогулялись пообщались течения нет вообще вода прибыла погодка сегодня выдалась очень и очень неплохой тепленько было сейчас правда солнышко заходит и уже становится прохладно а так в целом очень и очень хороший день идет к нам потепление что лично меня радует что по обстановке друзья но обстановка мягко говоря фиговая в общем был сигнал воздушной тревоги в районе 14 14 00 сообщалось о быстрой цели по направлению к полтавской области затем в миргороде прозвучал взрыв я так понимаю прилет но официальные лица сказали что обошлось без попаданий в критическую инфраструктуру куда попало непонятно и у нас сейчас сигнал воздушной тревоги начался в 17 54 повышенная угроза ракетная объявлена в нашей области также у нас в области к сожалению есть погибшие вследствие обстрела никополя прилета по гимназии указывается на то что погибло два человека работники данного заведения хотя я не знаю сейчас вообще что-то можно делать может это охрана или еще что-то потому что ну я так понимаю в никополе вряд ли сейчас проводятся какие-то учебные мероприятия ну и оказывается на то что под завалами еще могут находиться люди и ведется операция по спасению разгребают завалы как ни крути приятного мало в общем в области есть жертвы и кроме этого там еще кучу домов сказали повреждено повреждений хватает кто у нас не герой советского союза стажков николай иванович в общем так что еще по новостям понятное дело что информационное пространство дорогу перейдем очень шумно сложно разговаривать почти авария тот хотел перестроиться вот первое почти вмазались куда спешат зачем спешат кстати стрим неплохо провели реально прикольно прогулялись спасибо всем кто присутствовал кто со мной погулял было интересно почитать активен чат был прикольно реально прикольно так вот друзья что у нас в информационном пространстве вопрос израиля стоит как никогда вновь остро различные издания указывают что может открыться пять фронтов с пяти сторон будут атаковать израиль при этом израиль продолжают обстрелы сектора газа убрали министр обороны заявил что все обычаи правила войны отменены идет борьба с терроризмом наши солдаты не будут нести никакой ответственности судового преследования там да и еще и еще чего-то с этим связанного в общем полностью развязаны руки и вы знаете с опаской можно ожидать пятницу тринадцатая не потому что такое число там до пятница тринадцатая не счастливым считается или еще что-то а потому что один из представителей хамаса призывает мусульман по всему миру в пятницу тринадцатого числа устроить всемирный еврейский погром что это означает убивать насиловать разрушать бить евреев по всему миру если какие-то магазины кафешки их уничтожать поджигать сможет ли это заявление официального лица хамас спровоцировать подобное честно может поэтому действительно с опаской стоишь дождать данное мероприятие это очень серьезно должны контролировать различные органы власти в разных странах во франции там я смотрел разогнали митинг поддержку палестины еще там где-то что-то подобное было в общем в пятницу тринадцатого что-то может быть хамас объявил всемирный еврейский погром что о новостях у нас шуфрич если помните такого был он задержан там в общем подал он апелляцию чтобы его выпустили изменили ему меру содержание суд апелляцию отклонил он нас сидит по моему до пятнадцатого ноября в сизо вот шуфрич сделал заявление сказал что предлагали ему правоохранители пойти на сделку в общем свобода в обмен на его бизнес на что шуфрич отказался сказал что дело заказное он ни в чем не виноват и правда восторжествует ну посмотрим опять же ну шуфрич понятное дело что не самый достоверный источник бизнес не бизнес посмотрим может когда-то что-то и всплывет и по этому поводу а так шуфрич небедный человек его состояние описывают в 100 миллионов долларов это как бы достаточно солидно и мощно что там у него за бизнес я не знаю но видимо доход приносит хороший каждый бы хотел таким бизнесом управлять а если еще и отжать да как говорится без собственных вложений подобным бизнесом распоряжаться вообще сказка друзья солнышко зашло и все реально становится холодно если без ветровки днем было хорошо сейчас уже все в общем такие дела просили на стриме лютика покажите лютика но видимо все все такие товарищи лютики ко ушли в зимнюю спячку холодно музыкантов нет и движа нет сейчас конечно пройдем по европейке поглазеем может кого-то из его корешей увидим спросим что он там но я думаю с людиком все хорошо просто он нашел местечко потеплее да и холодно пиво пить на улице можно и простудиться эти город живет лишь троллейбусы один за одним огни включаются никак не могу привыкнуть что-то крана темнеет уже по факту что в пол седьмого ночью поскопит он у нас ночью еще садится аппаратура но я думаю успею вам европейскую площадь снять но не успею будем без нее кстати коломойскому тоже отказали в смене как количество денег за выход на свободу во время следствия так и в мере пресечения тоже сказали сидите и не рыпайтесь здесь у нас цветочный рынок конечно не знаю почему на меня сейчас город нагоняют тоску хочется тепла хочется лета а она уже так 20 все зима на носу а зимы не хочется совсем еще этими блэкаутами пугают слышал даже по радио крутят рекламу готовьтесь к возможным отключениям на нем света покупайте теплую одежду желательно туристическую она поможет согреться если по радио крутят это реклама заказная реклама государства так понимаю нас потихоньку готовят к худшему но надеемся на лучшее но нет лютика нет вообще никого из представителя нашей веселой команды я думаю что они где-то в теплых местах сейчас тусуются держат попу в тепле всем хорошего вечера приятного окончания рабочего дня кому интересно можете посмотреть стрим то в начале как вначале пока еду в трамвай не интересно потом мы идем по улице там где срывают нормальный асфальт и кладут плитку может кому-то интересно а здесь не хотят и так сойдет до ходить и люди бейте ноги и полоскала это так всем спасибо за внимание до нового выхода на связь